Не может просто быть! 247 тысяч нелегалов! Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как таджикистанцев напугала новость о закрытии границ России из-за нелегальных мигрантов. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Несколько дней назад Министерство внутренних дел России потребовало от более чем 1 миллиона нелегалов из стран СНГ покинуть страну до 15 июня, пригрозив, что если этого не будет сделано, последует наказание вплоть до выдворения с последующим запретом въезда и закрытия границ. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. МВД также озвучила численность нелегалов из разных стран, которые, по данным ведомства, живут в России. Более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч из Таджикистана, 152 тысяч из Украины, 120 из Азибарджана, 115 из Кыргызстана, 61 тысяча из Армении, 56 тысяч из Молдовы и 49 из Казахстана. Многих таджикистанцев, которые сейчас всеми силами пытаются уехать в Россию на заработки, сообщение МВД напугало, особенно в части угрозы Москвы опять закрыть границы. Люди, которые раньше работали в России, уже год из-за закрытых границ сидят без работы и влезли в долги. Они говорят, что еще немного, и они не смогут кормить свои семьи. Сколько у меня было запасов, сколько и проели всей семьей, сейчас живем в долг. Уже 600 долларов в долги у меня, рассказывает один житель из Душанбе, которому пандемия коронавируса не дала уехать на заработки. У меня в одном домике живет 6 семей, все семьи выживали за счет работы в России, рассказывает еще один трудовой мигрант, который вынужденно остался на родине. Сейчас нам нечем питаться, даже хлеба у нас не осталось почти. Как вы относитесь к сложившейся ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также другие мигранты рассказывают, если закроют границы, как жить? Я не понимаю. Преступность опять же вырастет, рассуждает еще один таджикистанец. Этот год еле-еле пережили, сегодня есть еда, завтра нет. Нашел подработку, поел. Нет, сидишь голодный, говорит житель Душанбе. Я не знаю, что буду делать дальше, возьму рюкзак и буду ходить по улицам, потому что больше нечем заняться в Таджикистане, жалуется другой мужчина. Власти Таджикистана говорят, что не могут понять, откуда в МВД России взяли цифру 247 тысяч нелегалов таджикистанцев. По словам экономиста и эксперта в области миграции Рахмона Ульмасова, такое количество трудовых мигрантов просто не смогли бы найти работу. Это не позволяют делать сегодняшние российские законы. Не может быть, чтобы сейчас, в настоящее время, в России находилось 247 тысяч нелегалов из Таджикистана. Это нереально, однозначно нереально, говорит Ульмасов. Не может быть, чтобы столько времени люди жили без регистрации и работали. Ни в одну организацию тебя не пустят без регистрации. Работодатель тоже в этом заинтересован. Он не хочет платить 800 тысяч штраф за нелегала, разве что они в лесах работают. Ульмасов считает, что власти Таджикистана должны сделать все возможное, чтобы вернуть домой нелегалов, сколько бы их не было там на самом деле. Но и в России, по его словам, также не должны забывать, что трудовые мигранты нужны не меньше, чем тем странам, откуда они приехали. Ведь рабочие вносят весомый клад в экономику Российской Федерации. Исследование показывает, что Россия стала мигрантозависимой страной, потому что свою экономику без участия мигрантов она не может развивать и добиваться успеха в этой отрасли, подчеркивает эксперт. Недавний опрос населения, проведенным научно-исследовательским институтом Национального банка Таджикистана в 2019 году, показал, что порядка 70% таджикских семей живут за счет денежных переводов трудовых мигрантов. У вас есть знакомые или в семье мигранты? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы, сосредством массовой информации, блогерами местных государств провели агитационную работу. Никакой правоприменительной практики гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет. Пока на этом все. Цените наши видео подпиской и лайком. Будем следить за ситуацией.